Проанализировав результаты своей деятельности за прошлый год, руководство нашего предприятия решило провести рекламную кампанию. В рамках маркетинговой стратегии мы планировали начать производить фасовку нашего популярного продукта – порошка для лечения расстройства желудка в стике из алюминиевой фольги. Фасовка порошка – химического или растительного лекарственного сырья размолотого в мелкую фракцию – осуществляется путем порционного дозирования фармацевтической продукции в порошковом виде в индивидуальную упаковку. Мы на протяжении 20 лет занимаемся изготовлением фармацевтических препаратов, все время осваиваем новую продукцию. Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Алтайском крае. Начать производить препарат в стиках планировалось через 5 месяцев, чтобы, главным образом, в самые короткие сроки провести рекламную кампанию. Мне, как ведущему технологу подготовки производства, поручили найти оборудование, которое обеспечит фасовку препаратов стики. Основными критериями поиска были, во-первых, оборудование должно быть полностью автоматизировано, подача пакетика, сварка шва, обрезка. Во-вторых, управление машиной должно быть простым и понятным. Машину планировалось разместить в цехе сборки и фасовки. Важным условием было, по сути, обеспечение производительности не менее 70 тысяч пакетиков в сутки при односменной работе предприятия и возможностью последующего ей увеличения. Для выпуска препарата планировалось использовать плотные пакетики размером 4-10 см. Как технолог я понимаю, что на всех этапах производства важно соблюдать требования, предъявляемые к фармацевтическим препаратам, уровень влажности, температуру в помещении. В фармацевтическом производстве необходимо проводить аналитический контроль качества сырья, готовой продукции. Мы должны использовать качественное оборудование для обеспечения требований гигиенических служб. Поэтому к вопросу выбора автоматической оборудования для фасовки препаратов стики я подошел со всей серьезностью. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег первым делом я обратился к европейским производителям. Самостоятельно я выбрал два компании, одна находится в Италии, другая – в Нидерландах. Отправив заявку им на электронную почту, через три дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что не сможет поставить оборудование в связи с приостановкой его производства. Компания из Нидерландов написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений и продолжил поиск решения задачи. Аналогичное оборудование фасовки порошоков стики я нашел у трех китайских производителей. Связался с ними по телефону. Менеджеры выбранных мной компанией не ответили мне, сможет ли их машина запаивать швы, обрезать пакетики в автоматическом режиме, обеспечит ли она производительность 1000 пакетиков в час. Когда можно получить готовую машину? На все эти вопросы я слышал фразу, мы все сделаем. Одна компания начала со мной разговаривать на китайском языке, и я закончил беседу. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать оборудование для фасовки в стике у меня не получится и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует на оборудовании с нашим материалом, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было, по сути, не рассматривать. Так как часто производители из Китая имеют своих прямых представителей. Я не хотел проходить этот этап заново и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях – длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было, по сути, выбрано четыре компании. Отправив всем запрос по электронной почте от двух компаний я так и не получил ответа. Одна фирма предупредила, что у них нет своего специалиста по наладке и всю процедуру по установке оборудования необходимо будет производить самостоятельно. Этот вариант меня не устроил. Только один менеджер компании из Москвы смог быстро дать мне грамотные и конструктивные ответы на мои вопросы. Мне также понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер данной фирмы обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов о требуемой мощности оборудования, какой материал мы используем для фасовки, какой объем загрузки единичного стика. После предварительной консультации по телефону, специалист предложил автоматическое оборудование для фасовки стиков порошком. Я согласовал этот вариант с руководством нашей компании, и мы заключили договор на поставку выбранной машины. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Когда машина для фасовки в стике была, по сути сделана, менеджер выслал видеоролик оборудования. Мой заказ был доставлен в указанный по договору срок. Машина была, по сути сделана из нержавеющей стали и закрыта пластиковыми щитами для исключения внешних воздействий на процесс фасовки. Из алюминиевого рулона золотого цвета формировались четыре стика, которые, в принципе, заполнялись порошком. Управление оборудованием было по сути автоматизировано, сварка, обрезка, где исключалось влияние человеческого фактора. Готовые клики по отправлялись вместо сбора. Мы в течение двух недель после получения автомата смогли его установить, произвести наладку и обучение работника. Как итог запустили в производство фасовку препарата в порошке в новой стиковой упаковке всего за четыре месяца. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, вообщем, если бы прошел путь по подбору машины самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе автоматического оборудования для фасовки стиков порошком было по сути правильно. Пообщавшись с настоящим профессионалом, я сам немного стал умнее, многому научился и абсолютно уверен, что хороший учитель тот, чьи слова не расходятся с делом. Я проверил это на собственном опыте.